и снова здравствуйте всем привет и так значит для следующей сцены нужна конюшня можно конечно было сделать ее в блендер потом там наложить текстуры но хочу вот именно сделать забрав так погнали первым делом включим что у нас были так первым делом включим ну давайте сначала план да так вытащим план edit make polymesh включим full повернемся так вот боком перекрутим значит план смотрим что получилось так сделаем с и видим что значит нам нужно здание делать чуть поменьше значит теперь так sub tool и append добавляем куб переключаемся на куб и значит уменьшаем куб так смотрим сейчас подгадаемся значит по размеру так вытащим куб видим что это слишком большеватый будет товарищ так control z вот так мы сейчас сделаем пока вот он стоит на середине что нам теперь нужно сделать теперь делаем геометри делаем так смотрим чтобы он не развалился так можно добавить кризис крисал и теперь сделать дайте нам их в принципе чё качеством не пойдет такое так теперь ставим его на низ делаем control вытягиваем балку вперед так теперь эту балку значит skyл сплю с ним подведем к верху вот таким вот образом смотрим как она стала так в принципе нормально теперь делаем что делаем мир это у нас одна заготовка так ну сильно она вот это вот значит вот так и еще сделаем уменьшим так через alt значит переведем курсор и пока месту так и и подтянем так маскируем вниз control и делаем какой финт и еще значит вытягиваем побольше видим что здесь пошло перекручивание почему просто alt и но вот этот наш транспорт стоит неровно опа вот теперь сама то так control z пока дай нам и сделать не будем потом подгадаемся да так теперь это дело мы переводим где-то вот сюда так заготовка одна есть теперь что нам нужно нам нужно теперь аппенд и добавить опять же куб уменьшить куб подгадаться по размеру вот этой стойки так а ну-ка вытягиваем и делаем побольше как это будет где-то вот такая штукенца так что мы сделаем мы отведем назад она стоит значит посередине посередине нам не надо потому что здесь будет значит один загон здесь значит делаем геометри делаем опять же добавим кризы и сделаем дай нам с смотрим в каком состоянии все пойдет так теперь control оттаскиваем одну балку это будет один загон да это значит будет где-то у тут он вот таким вот образом так здесь будет большой загон так потом здесь будет еще значит промежуточный загон и здесь будет еще один загон на три лошади короче так как то так то так теперь что нам нужно нам нужно вот эти вот вот эту alt выбрать штукенцу и подставить ее одну сюда через control вытаскиваем вторую ставим через control ставим еще одну через control ставим еще одну а ну да это обрежем потом чтобы не заморачиваться вот так вот короче где-то вот таким вот образом так смотрим это как говорится нормально теперь control вытаскиваем еще одну это будет уже навес так это будет навес навес будет поменьше так где-то так и чуть пониже как а ну-ка так но это значит не проблема подводим сюда и значит еще чуть-чуть ну как бы так бы перекрутить так теперь нам понравится что нам понадобится еще одна балка так балка это прям там плану ничего сейчас все это дело так как основная пойдет добавляем теперь об он добавляем еще один куб переключаемся на куб делаем ему значит уменьшение еще раз делаем уменьшение и вытяжку так а ну-ка ух ты нам что-то сильное уменьшил так перекручиваем нашу балку так control z перекрутим сначала наверно ровно и вот так вот поднимем к верху а теперь значит ее установим так подгадаемся вот сюда делаем ей теперь опять же геометрии делаем дай на мэш и так control control перетягиваю вот это все дело вот так вот так теперь смотрим что получилось значит получилось не а из гуд теперь переключаемся сначала на а принципе чё переключаться снимаем маску и поднимаем повыше так чуть-чуть значит под корректируем так ну вроде бы заготовка сделана да так теперь маскируем одну вот эту стойку делаем control и инвертацию и значит нужно control и и вытащить так вот так вот перекрутить подгадать и отсюда и значит растянуть на всю длину так ух ты кривова так пошла ну как бы так бы да так теперь значит control зажимаем еще раз и перетягиваем перекручиваем поднимаем ее повыше так и теперь значит control на дальний план так и поднимаем ее тоже повыше так ну как бы так бы да как бы как бы значит теперь что нам понадобится нам понадобится доски а еще маленький стал бы понадобится значит делаем control вытягиваем ее вот так вот перекручиваем так и значит ее сплю с ним так control z и поставим промежуточные столбы еще здесь вот раз теперь здесь два и вот здесь теперь три так control z control z косяк я упорол так надо вот сюда теперь под балку ее завести во смотрим как она тут установилась чтобы высокая тоже не было ну где-то тогда ставим вид сверху и и теперь значит control control закидываем это дело вот в эту часть и теперь какая значит штука нам нужно можно значит просто досками здесь по закрыть по завязать там как-то по закрыть но попробуем в принципе чё давайте сначала сделаем заднюю стенки до аппенд добавим куб выберем куб уменьшим куб подведем было повыше так и значит теперь мы его расширим вот так и теперь сплю с ним так где-то будет такая штука так что у нас получается с этими значит столбами они у нас когда это маловаты мы их маскируем делаем control и и значит вверх вытягиваем так то что снизу там чуть-чуть сейчас мы это дело обрежем control shift trim проект и вот так вот бамс подрезку так теперь у нас есть здесь значит балка есть это вот заготовка так мы ее подгоняем опускаем это будет от 1 так теперь что делаем теперь давайте сделаем дай нам из но побольше до как 53 пока хватит делаем control и оттягиваем сюда значит еще одну вот эту штуку так подгадываем control сюда тоже оттягиваем в балки вставляем и значит control сюда тоже вставляем растягиваем так есть подгадались это будет один мышь как теперь делаем control w назначаем полигруппу и чтобы не добавлять следующий мышь добавим значит что дубликат control shift выберем вот этот один так один мэш короче с полигруппой одну полигруппу выберем а эти полигруппы значит скроем это в геометре находим модифитопол джи дел хидом и тогда мы сможем выбрать вот эту нашу полигруппу вот этот меш и подвести ее можно вот сюда здесь будет у нас стенка так вот таким вот образом мы перекрутим мы ее с плюс ним подведем вот сюда так и потом уже будем растягивать когда мы ее обрисуем так следом что выберем control вот эту вот часть тоже переведем ее вперед мал мал так выровним подведем ее значит сюда подведем вот сюда так и это будет уже доски так нарисуем доски так их как бы это толстовато будет мы их потонше сделаем бац смотрим насколько они тоньше ну где-то так вот оп даже еще тоньше можно вот это у нас будут доски так это будут доски и вот это тоже будут доски только это тоже на а ну-ка control z control и и эту тоже с плюс ним потому что это очень толсто вот так мы это все сделаем и подведем пока сюда так заготовка есть на доску это доска будет везде устанавливаться да все крышу сделаем попозже так давайте теперь все это дело красить значит каким образом находим текстуры подгружаем импорт рабочий стол находим где у меня тут локация так картинки так вот эта картинка подойдет наверно так текстуры мы еще подгружаем делаем ей прозрачность уменьшаем ее так прозрачность на чуть-чуть побольше чтоб доску видеть так и значит перекрутку еще сделаем даже нет а ну да нам нужна перекрутка так еще немножко перекрутим подгадаем все за это отключаем этот глаз подгадываем ее текстурку под нашу вот эту заднюю стенку так и переключаемся на белый материал переключаемся на rgb зад отключаем смотрим сколько у нас полигонов у стенки в принципе нормально да так z включаем нашу стенку так а ну ка по новой украсим передвигаем нашу картинку тоже ее также красим так теперь передвигаем еще разочек так и завершаем покраску так раз так еще раз z так так не прокатывает z отключаем глаз так не понял так и получается alt ну в принципе чудо в принципе и неплохо так теперь теперь можно картинку перекрутить подвести ее значит наоборот и начать малевать с этой стороны вот добавим размытость чуть-чуть кисточку уменьшим и по чуть-чуть тут помажем во так 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 z отключаем глаз alt левая кнопка мыши прибавим подгадаемся здесь вот по доскам и тоже размоем здесь так так задняя стенка есть двух сторон мы покрасили все нормально так теперь понадобится значительного что shift вот здесь будет уже посложнее надо было наверно сначала покрасить а потом все это дело значит уже собирать да мы ничего мы сделаем таким образом обманку все сделаем вот таким образом так выбираем наши стойки интенсивность посильнее так выбираем разные тона так ну а тут потемнее так есть такое дело да теперь пробуем наложить свет тут тоже накладываем так где-то выбираем потемнее которые внутри будет потемнее такие текстурка через альт выбираем верхние балки так control снимаем маску делаем шею в z z включаем наш этот глаз перекручиваем опять наши доски так и здесь пробуем значит z красить таким вот образом 25 этих под двадцать сто вот четыреста значит тысяч полигонов будет сама то так z опять же все перекручиваем все перекрашиваем тут конечно можно другую текстурку найти значит на эти столбы так вот здесь вот где у нас это балки тоже вот эти а ну-ка перекрутим уменьшим и значит здесь уже столбики идут так z так что у нас балками балки более-менее покрашены выберем темную какую-нибудь штук штуку так ну здесь можно светлую выбрать а так текстура есть так что у нас балками балки более-менее покрашены так ну сверху никто тут крыша ляжет не буду их так красить давайте лучше сбоку вот под косвенус поставим как z включим глаз сделаем перекрутку сделаем увеличение и попробуем значит у так их z в еще раз передвинем еще раз передвинем младший не симпатюшная думаю симпатюшно так alt левая кнопка мыши так теперь можно это все дело отключать вот таким вот образом так это у нас опять балки идут балки мы опять же перекрутим так выберем так каким образом можно еще вот так вот нарисовать смотрите выбираем вот так вот балку z выбираем нашу вот эту штукенцию балку можно перекрутить боком подгадаться под этот значит шов и попробовать вот вот так я так если контрол д контрол д добавить побольше полигон аж но тогда текстура будет получше на то я чё-то разогнался внешний вид будет хуже потом если не докрасить нормально так вот здесь будет вот эта доска чтоб одинаковые чтоб не были вроде бы как разница хотя кто и там видеть будет да так тут теперь вот эту можно выбрать ну и все чё там еще снизу где-то какую-то докрасить принципе покрасим так фуру уже можно отключить так включаем видимость всех наших вот этих деталей так что у нас остается у нас остается самое интересное так самое интересное это у нас доска первую нужно покрасить вот эту доску ну чтобы ее покрасить нужно замаскировать вот эту деталь так теперь z перекручиваем наш глаз так так делаем контрол так z отключаем глаз итак контрол и вытаскиваем еще одну доску ну-ка z а а вот вот это точно доска так теперь делаем контрол вытаскиваем еще одну доску с z красим ее другу под другой значит тон вот теперь на теперь а теперь опять же move control вытаскиваем еще одну доску z отключаем вот эту штуку и значит z включаем глаз и с находим еще одну текстурку ну чё тогда принципе ничего конюшня будет так теперь принципе вот эта штука нам не понадобится вот это вот делаем control w и и нажимаем об два раза control shift левая кнопка мыши геометрии del hidden так нам понадобится вот это вот теперь вот эти доски выбираем так мов control вытаскиваем доски в бок подводим и значит сюда вот так вот и тут мы их можем растянуть так чуть-чуть поменьше в принципе чего нормально так так в принципе пока этот план можно отключить он как раз видно что внизу нужно докрасить будет так теперь что нам нужно нам нужно вот эту штуку теперь control перетащить сюда так и уменьшить ее опа так теперь значит control вводим ее на эту сторону сразу смотрим чтобы она точность села в эту в наши балки потому что потом поправлять уже будет некогда так тут можно чуть-чуть растянуть побольше там так теперь и чай делаем control еще одну так и так он к своему опять же как она тут легла чтобы а вы видите далеко от досок не есть good и еще раз control только на этот край так этот край теперь мы делаем побольше альт левая кнопка мыши передвигаем так чуть-чуть подгоняем так чуть-чуть выводим и значит еще вытягиваем бамс смотрим чтобы доски четко были значит в балках потому что потом поправлять это дело будет проблематично вот видите там вот отошла вот тут нужно и подкрутить так альт сюда на серединку ставим и чуть-чуть посерединке доводим так ну теперь все это тоже понятно да но теперь нужно еще раз и сделать control перекрутить всю эту штуку и подвести значит вот сюда так теперь тут мы и уменьшаем там 6 детс как уменьшаем и значит заводим вот сюда вам смотрим с боков чтобы было удобно а ну как увидим не так вот чтобы все было в балках вот так как то наверно так теперь control сюда одну тоже поменьше и об смотрим опять же тут в принципе должна попасть просто балки то рядом да и и тут еще control сюда одну так балки есть только тут теперь нужно растянуть вам в принципе чем мне нравится сейчас нижнюю только подкрасить вот это вот значит балочку да так так есть такое дело shift z включаем наши стены вот так переключаемся значит интенсивность чуть поменьше кисточку тоже можно поменьше и вот об как по низам пройтись чуть-чуть так мы там где-то роб краешек до так конюшня есть загоны есть теперь нам понадобится какая штука крыша и делаем аппин добавляем куб переключаемся на куб делаем мов делаем с плюсом они не вот этого значит это будет у нас крыша вот так толстую делать тоже не надо потому что потом будет некрасивая думаю так вот это дело мы укладываем на нашу на наши балки все это дело растягиваем чуть-чуть укладываем чтобы балки через нее не просвечивали так и значит вот этот блин весь растягиваем на всю длину так вот одна балка у нас проскакивает да не вопрос можно отойти от правил и чуть-чуть под надуть и чуть-чуть еще докрутить так одна балка все равно выше да ну вот так тогда как-то и потом подкорректируем так теперь что видите еще больше нужно растянуть крышу так даже нет не больше смотрите вот так вот делаем выбираем вот эти балки верхней и делаем его обрезку а подождите тут у меня включены полигруппы мы их отключаем бамс так тут не надо да так теперь вот эти вот боковушки врубаем и вот так их тоже обрезаем надо будет подкрасить видите что цвет пропал да как теперь у нас есть крыша надо и сделать дай нам мэш семьдесят восемь тысяч попробуем как будет ложиться текстура текстуру подгружаем импорт находим шифер все опять же с полей как их там полей ютюба картинки вот вот этого размера будет достаточно так а ну-ка вот так побольше ставим z и смотрим что у нас получится с покраской вот этого шифера так побольше интенсивность там качество тенден 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 шифер z z перетягиваем нашу вот эту стуку и значит побольше заводим стыковку где-то находим вот так вот и вот у нас получилось и снизу и сверху нормальная крыша но давайте сделаем рифленой опять же тем кто смотрит канал любимая моя тема это маскинг масби колор масби интенсив и теперь это дело оп вытягиваем по маске да к верху так отключаем текстуры и видим что более-менее нормально все подтянулось да так если мы это дело еще надуем ну-ка ну в принципе чем неплохая получается крыша уже подгнившая такая более-менее нормально так конюшня есть здесь будет значит у нас навесы так вот эту штуку теперь выбираем кисточку делаем поменьше через alt нажимаем на столбы выбираем какой-нибудь цвет c клавиша так интенсивность поменьше и вот так вот значит все это дело подкрашиваем можно конечно красить через текстурки но я думаю пойдет и так 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 ну в чем в принципе хороший загон единственное что нужно еще сделать двери вот сюда давайте попробуем сделать двери каким образом значит вот таким вот образом выберем вот эту штуку control так нет не эту штуку а выберем наверное так здесь уже все стыкованные давайте выберем вот эту штучку сделаем control w делаем дубликат и теперь control shift выбираем и геометрии скрываем удаляем то что мы значит скрыли ненужное галхидом так теперь делаем дай нам и чтобы закрыть все пустоты так и теперь оставляем только вот эту штуку где будет у нас двери и вот эти все причиндалы так теперь вытягиваем ее вот сюда подгадываем ее вот сюда она здесь должна быть чуть-чуть наверное внахлёст так а ну-ка вот вот так где то да можно и даже чтоб она отделялась как бы повыше чтоб была поднята чтоб ну разницу почувствовать да вот так вот раз теперь что сделаем вот эту верхнюю замаскируем сделаем control w и значит ее сделаем дубликат вот теперь выберем ее control shift левая кнопка мыши чтоб осталась одна доска и геометрии так что у нас тут опять в моде фитополады делхина теперь включаем видимость этого саптула так перекручиваем его вот так вот подводим его вот сюда вот сделаем с плюс плюс сплющивание так и она пусть будет да сзади а ну-ка оп видите где у меня находится транспоз нехорошо пусть будет тут чуть-чуть ее побольше надуем и давайте вперед наверно переведем ух ты что-то у меня а ну-ка так выравним чё-то номер это кривовато пошли так вот так сделаем через аль когда эту штуку выберем так а чё она тут перекрасим не вопрос так теперь это вот сюда вот делаем так вот эту можно потоньше сделаем control и тогда и эту потоньше делаем оп да вот так как то и теперь control перетягиваем ее вот так вот alt левая кнопка мыши перекручиваем подставляем растягиваем добавляем и так не понял юмор вот опять не понял так а ну-ка здесь как она легла так ничего дверь сейчас подгоним а ну-ка еще раз оп вот так пусть будет и теперь делаем обрезку и тут тоже делаем обрезку и так вот у нас уже получилось и по дверь вот такая штукенца те шив z z крышу можно убрать можно подкрашивать можно нет в принципе вид нормальный так нам нужно какую штуку так есть вот это штукенца отдельно у нас а ну-ка да вот она отдельно значит мы ее объединим сразу с дверью вот этой сделаем а ну-ка точно отдельно да делаем делаем merge merge down окей объединяем все это дело вот и теперь только дверь можно так это control отодвигаем подвигаем подставляем здесь ее можно уже растянуть видите что все теперь будет хорошо словом все будет так и теперь control вот эту дверь значит сюда но здесь мы ее уже сплю с ним так вот таким вот образом и придется какая штука значит если у нас дверь будет открываться то придется им развертку отдельно сделать а потом вставлять да так здесь у нас пусть без дверей будет здесь у нас будет солома там вся одни может быть там будет главный герой наши спать так ну здесь кони 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 и наверное знаете что еще нужно сделать чуть-чуть креатива да вот эту штуку стенку выберем сделаем ей дубликат и опустим ее никуда не было пускать сейчас вот так вот так где этот полигон как он меня достал так и теперь мы ее перекрутим эту стенку вот так и подставим ее наверно вот сюда так тогда вот эти доски мы сейчас удалим так это у нас что получается вот эта штука да 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 тогда вот эти доски мы по удаляем control маскируем и здесь вот тоже control маскируем делаем control w так не понял та другая на вот так вот оставляем и значит геометри ну давайте значит модифита получили дел хитрость и что у нас вот они есть доски мы их можем под любое время взять так теперь банк и смотрим что у нас получилось что у нас получилось что у нас получилось если вот эту стенку выберем а ну-ка мы ее растянем подведем к балке выберем выберем трим трим курс и по балке от собачьим а здесь от собачьим вот так вот бамс о майне хочет да значит вот этот маскируем назначаем ей control w так вот это скрываем делаем так опять же геометрии делал хидом все это дело скрываем так и теперь смотрите делаем дай на мэш если она включена так делаем дай на мэш делаем control перетягиваем к этой стороне вот так вот так уводим это в стену значит что балка была видна да так что у нас тут с балками на перекрасить тут а хотя пусть как будто гнилая и вот этим тоже нужно докрасить не вопрос так все это дело есть дай на мэш сделан давайте сделаем окна теперь мы делаем аппин добавляем опять же куб выбираем куб подгоняем куб делаем ему с раз уменьшаем и растягиваем вот так вот там на всю длину чтоб два раза потом не вычитать так теперь подгадываем вытягиваем окошко так ну и куда то его вот сюда наверное да так теперь делаем всему этому геометре делаем дай на мэш по большая так пойдет ну выбираем где у нас вот эти стенки вот они и опускаем поближе к этому кубу теперь на этот куб ставим вычитание вот она и значит переключаемся на верхнюю этот саптул делаем merge down объединение и control снимаем маску так вот у нас вычерлись окна вот такая получилась у нас штука ну неплохо что там говорить да хорошая конюшня получается так здесь значит у нас подкрасим не вопрос ну а теперь давайте сделаем как бы обналичку обналичку каким образом сделаем сделаем добавление аппин добавим куб выберем alt левую мышь кнопка мыши куб подведем этот куб значит к нашему окну так вот так вот растянем подведем так сделаем так control z не перекручиваем растягиваем только так еще больше растягиваем так еще больше растягиваем так это он сильно выпирает нам такой не нужен нам нужен двухсторонний значит он должен быть побольше значит на чуть-чуть чтобы и камы тут был да так вот сделали сделали ставим прозрачность не работам делаем геометри делаем дай на мэш теперь значит какая штука вот этой вот этому окну делаем дубликат значит уменьшаем его уменьшаем делаем делаем его прям шиздец как шире чтобы он выходил в две стороны потом значит здесь его тоже уменьшаем подставляем к низу не до конца пусть потолще там будет да и тут пусть будет потолще вот такая штука так так теперь значит control поднимаем это дело к верху это дело значит уменьшаем растягиваем где-то вот сюда так даже побольше вот сюда и control делаем сюда так маленький ну тонкий не оставляем вот эти вот части так control z control z так вот поменьше делаем и control теперь вытягиваем чтоб у нас было вот как бы двойное окно ставим это дело на вычитание объединяем с верхним значит делаем саптулы merge down ok и control снимаем маску не понял в юмора так это значит control z значит значит делаем опять же дубликат я же поставил на вычитание так а ну-ка не вопрос делаем поменьше делаем с плюс но не опуск control видите если control поднимается значит все нормально дай нам сделаны ну и здесь сделаем control подгладываем ее сюда так снимаем маску так а ну-ка делаем на эту еще раз дай нам так у нее дай нам сделан а мало может control d control d control d так пойдет с дай нам эшем теперь что у нас тут получается дай нам эш чуть побольше пойдет и теперь значит ставим на вычитание мерч даун окей и control во две тысячи получилось окошечко в принципе неплохо выглядит приместивненько но нормально так теперь это дело control и перетягиваем на вот эту следующее окошко да да вот так вот пусть стекла уже можно в блендер будет ставить так теперь можно их не раскрашивать а так и оставить вот серыми вот такими да можно поставить под цвет значит под цвет крыши ну пусть такие будут снимаем control и значит чего ну вот и получилось значит неплохая конюшня чем нормальная конюшня вот сейчас здесь чуть-чуть под закрасить так она 6 z z выбираем текстурку сделаем ей побольше сделаем ей перекрутку так а ну ка вот так да и попробуем alt левая кнопка мыши выбрать вот эту штуку вот так и подкрасить так теперь значит alt shift ну давайте попробуем ее тоже покрасить окно ну пойдем ну пойдем так ну пойдем так и вот тут тоже alt левая кнопка мыши shift кисточку поменьше и интенсивность поменьше не чуть-чуть тут чуть-чуть подкрасить о нормально так получилось значит вот такая вот конюшня принципе и цвет соответствует и значит как он ну под локацию да в принципе я попадаю под цвет вот этих досок ну вот так вот можно делать значит так это файл я сохраняю смотрим что сейчас получится файл с и значит этот этот рабочий стол локация это у нас конюшня так раз конюшня сохранена теперь нам что нужно чтобы двери потом открывались это значит поле f видите что у нас разные поле группы я не буду все это дело значит наверное дай нам и шить я сразу это все от за ремешлю и посмотрим что получится так вот эти вот видите что разные поле группы моих двери опустим вниз и отключим переключимся на какую штуку вот все вот это можно будет теперь объединять так находим делаем мерч алла вайс так теперь поднимаемся вверх к остальным саптулам и так получилось у нас вот такая вот штука вот так пока у нас поле группы вот этот низ я удалю план уровень земли мне не нужен все это будет ставится на локацию для алхидом так теперь все это делаем так 2 миллиона полигона делаем за рмс и делаем все это дело поменьше ох пардонте 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 нам нужно сделать дубликат делаем дубликат и вот теперь делаем только за рмс ну тоже мало не надо там 2000 полигонов это конечно хорошо но это будет на хламовато и вот за рмс делается со всеми поле группами я как не делал 6 склейку да все будет попасть по полигруппам я смогу это дело потом от как отсоединять в блендер итак давайте теперь соберем значит посмотрим в каком виде будет выглядеть значит конюшня это так импарт файл abs находим где она находится это кстати будет тоже в группе для скачивания если кому-то понадобится так значит что у нас сначала двери затем у нас идут так идут у нас значит доски крыша потом идут у нас тоже какие-то штуки импорт обж так идет крыша потом идет у нас импорт так окна потом файл следующие кто тут у нас перила от перила вот они так файл импорт опять же так 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 стена 1 файл следующий файл будет у нас стойки следующий файл у нас какой там а ну-ка столбики так вот они появились нормально файл импорт abs столбика стены стена бака стены боковые так что вы так смотрим в каком это состоянии значит да ну что в принципе да конечно тут детали маловато но в принципе для мультфильма будет я думаю нормально вот такая значит конюшня вот здесь рисунок хороший на дверях вот так вот так что тут не так так поправим немножко ну-ка единицы на нам падень так выберем задние стенки выберем edit мод а ну-ка если л о хорошочка как видите так значит можно отделять теперь будет они все по полигруппам сделаны так и можно чуть-чуть их раз расширить потом опять же л так л английская тоже чуть-чуть расширить ну и эту тоже значит л а ну-ка есть у нее проехал это нету так вот она ну-ка вроде тоже нету а ну-ка не чуть-чуть есть л так тоже об чуть-чуть расширим так 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 вот и получается значит такая конечно здесь вот двери у нас отдельные их можно отделить и поставить на кости или просто значит сделать открывание им поставить то а лошадей закинуть сюда сена добавить еще нужно сделать но это будет уже значит на локации вот это вот земля потом что еще можно добавить стекла так добавить стекла вот эти балки отдельные ну да ведь еще чуть можно подтянуть их подрегулировать так а это кто у нас находим edit mode тройка на нам по 9 тут я боковые сделал побольше значит это сетку сейчас я уменьшу потому что она сильно распадались так это делит вертиксы ненужная штука так тут тут еще видите вылазит какие-то бака так вот еще что у нас тут так 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 смотрим а ну-ка л о главное вот эта штука объединилась значит с этим столбом д а ну-ка это че столб или что это такое давайте зайдем посмотрим так это ненужная какая-то штука это значит делить вертиксы а и тогда нам придется вот эту штуку английская л подтянуть чуть-чуть сюда тогда и окно нужно будет подправить так а тут у нас что это села хорошо видно чуть-чуть перекос идет у здания так теперь выбираем окно заходим значит в edit mode так и смотрим что у нас можно сделать l английская подправить окошко не вопрос обжигнут так и то есть гуд это есть хорошо так теперь выберем вот эти наши двери edit mode английская л л о видите тут можно все там отделять это значит будет пи selection ну а те пускай пока будет закрыты одну откроем так обжигнут выбираем одну дверь семерка на нам паде и значит r дверь чуть-чуть откроем так а тут кто еще остался ага control z control z так 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 зайдем выберем еще вот эти детали зайдем в в эдит мод а ну ка л английская пи selection и тогда зайдем в обжиг мод выберем вот эту штуку вот эту и сделаем control j объединение так аж пока крышу можно значит скрыть семерка на нам паде пробуем r открыть нашу дверь так она привязана к другой части значит так а ну-ка пробуем ее с это режим привязать 3d геометрии смотрим что у нас получилось так а ну-ка вот теперь нормально получилось и значит вот так вот ее перекрутим чуть-чуть подкрутим подставим ну вот такая получилась ферма до alt h возвращаем нашу крышу итак значит получилась вот такая вот конюшня так теперь можно по прошлым роликом вставить сюда стекла сделать им прозрачность нот видите что задняя стена вот это более хорошо сделано почему потому что здесь вот на боковых я не прибавил видно красил не на сильных полигонах на высоких но это дело можно переделать это это как говорится не вопрос главное что вот здесь вот внутренний вид вы видите что и тут доски нормально выглядят здесь текстура хорошо легла так вот стойки вот такая штука дам так а вот здесь где-то стал бы еще потерялись я их походу не сделал так вот надо еще стал бы добавить и будет все шик блеск красота ну вот пока вот такая штука потом попробую это дело добавить в локацию добавить сюда значит лошадей сейчас я этот файл сохраню файл с с значит получается это конюшня до конюшня как давайте еще посмотрим то что я сделал для локации значит для персонажа значит ну можно его в принципе вот здесь вот снимать как будто он тут спит да но есть еще вот такая вот штука файл новый файл так это пока удалим дэвид файл значит импорт другие файлы на закинуть так дестоп опять же локация в конюшне так это будет пол потом идет у нас значит такси навал так следом идет импорт опять же это стал бы так не тот файл открыл это материаловский так обжиг стал бы и теперь файл импорт значит об стены так вот так вот выглядит локация в которой можно снимать нашего персонажа где он будет спать тут будет стоять осел и какая-то еще штука вот знаете значит семерка на нампаде делаем shift d получается я сделал боковые такие стены эти стены можно значит продлевать к столбам вот сюда вот увидите что уже продление потом идет shift d можно продлевать полы так семерка на нампаде делаем shift d и shift d еще раз делаем ну здесь можно сузить там сжать не суть вопроса есть то мешки будут то еще что то так и вот эту стенку семерка на нампаде значит shift d можно тоже и продублировать и значит подставить вот сюда получается у нас вот такая комната вот такая можно еще сделать ее повыше добавив вот эти вот все столбы допустим вот shift d дублируем стал бы поднимаем так можно стол какой-то отделить сюда еще поставить если там съемка тоже будет так ну так где-то и выбрать допустим вот эти наши стены сделать им shift d щелчок приподнять их повыше можно даже стены в накладку делать более-менее от подыскиваем где у них тут рисунок совпадет и вот в принципе уже хорошо так что еще можно сделать и можно сделать выбрать вот эти все наши полы и сделать shift d и приподнять их наверх и так у нас получается большая комната видите для съемок вот у нас тут есть сена если сену сделать с и приподнять его повыше то у нас получается прям сеновал конкретный да вот здесь можно снимать нашего персонажа который будет допустим спать на сеновале здесь накидать каких-то мешков накидать каких-то там еще всяких запчастей там я не знаю кормушку там здесь может телегу поставить эту комнату можно еще дальше продлить она будет ну как бы здесь фон закрывать вот съемку можно вот отсюда делать здесь на стол можно или тут повесить какой нить фонарь если это будет безопасно да здесь наложить каких-то стогов тут наложить короче заполнить эту всю картину и снимать можно даже вот с такого ракурса самого низ самого маленького да вот так вот ну чтоб опять же видите края не попадали куда-то можно где-то что-то обрезать где-то что-то развернуть где-то что-то продлить ну словом получился вот такой вот как неплохой конструктор для значит этих для анимаций если вдруг будет совпадать рисунок там размер досок ну не вопрос можно и хоп там чуть-чуть сжать чуть-чуть поднять теперь тут будут мелкие там крупные доски ну поэкспериментировать можно столбы можно даже вот эти вот не дублировать вот так если взять их удалить а просто вытянуть вот еще получается прикольная штука если это все объединить то можно потом значит расширять эту комнату в разные стороны ну допустим вот если мы все вот это сейчас объединяем так делаем control джей то тогда просто комнату тянем ну и текстура тоже неплохая получается забыл одну эту часть ничего не суть вопроса да может там досок не быть там какие-то палки взять с другой модели и получается у нас вот такая вот значит модель если сейчас взять допустим ее выбрать можно тянуть и в другую сторону так опять же все по выделять чтобы вот и потолки выделялись тоже ну понятно да и вот уже широкая будет конюшня чуть крышу об не крышу от эти стены чуть-чуть приподнять вот дать ей объем чеку уже будет комната еще больше уже съемку можно прям конкретно делать на широком вот вот на таком вот виде здесь сток сена поставить здесь осла там где-то мешков каких-то накидать поставить телегу заполнить картинку и будет в принципе неплохо но такая информация все всем пока до свидания